здравствуйте мои дорогие 1 ноября прекрасный день но он быстро кончается осталось 40 до темноты я решил провести его на природе в книге прослушивания я элтон джон ну что ж послушаем что это за книга и попробуем ее понять это очень интересно не потерять друг друга в толпе в магазине карнавальных нарядов купили матросскую форму облачившись в нее вышли из отеля и обнаружили что в порту только что пришвартовался огромный лайнер и все улицы запружены моряками как будто королевский морской флот решил провести в рио массовую выездную конференцию но на этот раз мы отправились в на сафари почему-то мы решили что остальные участники тура ожидают увидеть в нашем лице грязных лохматых и расхристанных рок-звезд поэтому на ужин мы неизменно являлись в смокингах несмотря на чудовищную жару нельзя сказать что наши соратники по сафари пришли в восторг от такого соседства одетые соответственно случаю и по погоде они бросали на нас мрачные взгляды очевидно подозревая что в группу затесались сумасшедшие потом вместе с командой вотфорд я полетел в китай игрокам требовался отдых после сезона вотфорд стал единственным британским клубом который китайцы пригласили в гости странно если не сказать приятно находиться в стране где никто кроме приехавших с тобой людей не имеет ни малейшего представления кто ты китай очаровал меня но это было еще до того как в эту страну проникло влияние запада спустя пару лет я снова прилетел туда с вотфордом и обнаружил что по улицам рассекают люди с микроволновками на спинах а в барах крутятся записи мадонны но в тот первый раз китай показался мне другой планетой по причинам известным только коммунистической партии болельщикам на стадионах не разрешалось кричать и матчи проходили в мертвенном молчании мы посетили мавзолей мао где он лежал в фрустальном гробу ощущение это вызывало мягко говоря странное я видел тело ленина в москве и он выглядел в целом неплохо с мао же что-то явно пошло не так точнее не самим мао а с процессом его бальзамирования кожа у него была ярко розового цвета точно такого как похожие на пену местные детские сладости приготовленные из креветок не хочу обижать специалистов которые работали над сохранением тела вождя но у меня возникло подозрение что она вот-вот развалится затем в октябре я полетел в южную африку выступать в сан-сити на редкость глупая затея компания против апартеида тогда еще не набрала обороты активные протесты начались уже после того как в 1984 году там побывали queen и все же о гастрольных турах в юар ходили противоречивые разговоры я сильно сомневался в правильности этого выбора но джон рид убедил меня что все будет хорошо мол многие черные артисты выступали сан-сити рэй чарльз тина тёрнер дион уорвик даже кертис мэйфилд что плохого если величайший защитник гражданских прав согласиться там спеть тем более что технически сан-сити находится не в юар а на территории бопу татсваны так что никакой расовой сегрегации зрителей не будет конечно все оказалось нехорошо и расовая сегрегация присутствовала в полной мере билеты стоили столько что черные южноафриканцы просто не могли себе позволить прийти на концерт если бы я дал себе труд получше изучить тему я бы знал что местные чернокожие были так возмущены приездом рэя чарльза что забросали его автобус камнями и концерты в соуэта пришлось отменить но я увы ничего не изучила главное не включил голову это совсем не то что приехать в россию невзирая на санкции в южной африке население страдающее от апартеида действительно надеялось что артисты будут бойкотировать страну с жестоким правящим режимом и для того кто одним махом перечеркнул их надежды нет никаких оправданий иногда ты совершаешь чудовищную ошибку и остается только поднять руки и признать ее каждый черный музыкант из тех кого я упоминал горько сожалел о своем неверном выборе сожарел и я сам вернувшись в британию я подписал заявление составленная противниками апартеида и дал обещание что никогда не приеду туда вновь дома я узнал что отец серьезно болен один из моих сводных братьев зашел ко мне в гримерку после концерта в манчестере и рассказал что у отца проблемы с сердцем и ему необходима операция по коронарному шунтированию я долгие годы соблюдал дистанцию но тут сразу позвонил отцу и предложил оплатить операцию в частной клинике он категорически отказался очень жаль не могу понять как допустили такое его жена и дети от второго брака он любил их и они любили его значит они должны были сделать все чтобы максимально быстро решить проблемы с его здоровьем но он не захотел моей помощи я спросил не хочет ли он встретиться со мной в ливерпуле и посмотреть игру у отфорда туда ему добираться недалеко он согласился футбол был единственным что нас связывал не помню чтобы он хоть раз пришел на мой концерт или заговорил со мной о музыке очевидно его вообще не интересовало то что я делаю перед матчем я пригласил его на обед в отель а дельфи все шло нормально мы спокойно беседовали на отвлеченные темы потом говорить стало не о чем и наступила неловкая пауза свидетельство того что мы совсем не знаем друг друга я все еще сердился на него за то как он обращался со мной в детстве но не стал поднимать тем не хотел конфликта не хотел портить этот день кроме того я по-прежнему побаивался отца за эти годы моя жизнь коренным образом изменилась но наши отношения застыли на отметке 1958 года матч мы смотрели из кабинки директора стадиона уотфорд проиграл со счетом 3 1 но мы не так давно попали в первый дивизион и команду радовала уже то что она играет на таком огромном стадионе как энфилд надеюсь игра доставила отцу удовольствие хотя точно сказать не могу думаю где-то в глубине души я хотел произвести на него впечатление тем что теперь я президент впечатление удачи